Сегодня мы с вами приготовим шашлык из овощей и мяса, только дома на сковородке и необычном виде. Посмотрите, тонкими ломтиками нарезали баклажаны, солим, очень много соли нам понадобится обсыпать со всех сторон и оставить минут на 5-10, чтобы он выпустил свой сок, то есть горечь. На сковородку одну ложку топлёного масла или сливочного, или растительного, какой у вас есть, и выкладываем фарш. Фарш у меня говяжий, где-то столовая ложка перекрученного бараньего курдюка и лук. Ставим на огонь, постепенно помешиваем, добавляя соль, перец и куркуму, или же у нас говорят саркёй. Теперь возьмём другую сковородку и нанесём тонким слоем, кисточкой масло, сверху выкладываем овощи, уже баклажаны, которые мы хорошенечко помыли от соли, от горечи, перец, который удалили сердцевину, и обжариваем с каждой стороны, то есть делаем из него шашлык, так как здесь нет масла, это и называется шашлыком, турки называют это из гора. Теперь выкладываем помидоры и остальные баклажаны, точно так же переворачиваем всё, овощи готовы. Осталось чуть-чуть дать вкус нашим баклажанам. Мы убрали со сковородки жареный фарш, а на дне осталось, как бы сказать, немножечко масла, даже масла там нету, выжимаем туда чеснок, сейчас вы увидите эту сковородку, и выкладываем туда те же самые баклажаны, которые мы только что пожарили. Всё, помидоры готовы, я их сейчас убираю и ставлю, видите, в другую сковородку с чесноком. Сюда же выкладываю баклажаны и с них скручиваю трубочки. Вот, обязательно посолить, поперчить и сверху посыпаю кинджутом. Всё, блюдо готово, так что садитесь за стол, зовите гостей или домочадцев, приятного вам аппетита! А я же хочу попрощаться с вами и напомнить, не забудьте поделиться видео, поставить лайк и, кто не подписался, подпишитесь, пожалуйста. А пока, 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 желаю всем удачи, счастья и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok